Отпуск. Сколько можно отдыхать, чтобы не потерять мышечную массу, а также силу? Время отпусков в связи с чем все больше популярность набирают вопросы, связанные с отдыхом от тренировок. Поехали, тезисно. Мышцы начинают атрофироваться через 2-3 недели. Увы, без нагрузки таскать на себе энергозатратный ресурс организму ни к чему. Но мышцы быстро возвращаются обратно спустя несколько недель втягивающего тренинга. Более того, такой отдых может помочь еще больше спрогрессировать шаг назад, 2 шага вперед. Силовые показатели держатся на достигнутом уровне до 3-4 недели, затем постепенно снижаются. Вообще уменьшается и раньше, но быстро восстанавливается при возобновлении тренировок. Выносливость снижается от 4 до 25% после 3-4 недель отдыха. Максимальное потребление кислорода уменьшается от 6 до 20% у опытных спортсменов примерно через 4 недели. Новички могут удержать МПК на 2 недели. Гибкость ухудшается от 7 до 30% после 4 недель без занятий. Стоит помнить следующий факт. В первые 2 недели перерывы ваши объемы уменьшаются не из-за потери мышц, а из-за опустошения запасов гликогена. В них визуально мышцы выглядят меньше, потому что гликоген удерживал в них воду. Это временный и необратимый эффект, потому что гликоген сразу накопится при возобновлении тренировок. Как максимально сохранить нажитое? Даже на отдыхе, когда следить за рационом не очень получается, да и не хочется, старайтесь потреблять свою норму белка. Пусть это будет нижняя граница, пусть это будут другие источники, пусть не совсем правильный способ приготовления, но белок существенно поможет вам в сохранении вашего результата. Для сохранения силы и массы нужна хотя бы одна неотказная тренировка в неделю. Фуллбади сгодится отлично, также поможет другая физическая активность. Для сохранения вынослить по низу тренировочный объем на 60-90%, частоту лишь на 20-30% у опытных и на 50-70% у новичков. Не уменьшайте интуитивность. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok